Начал рассказывать о круизном отдыхе на основе своего первого путешествия, первого круиза, потому что мы тогда, когда это было самое первое путешествие, я отправился в круиз вместе с Реокатей, со своей мамой, вообще должна была ехать, она с отцом, но так сложились звезды, что отец работает, он не смог поехать, поэтому меня вписали в каюту вместо него. И так как мы вдвоем первый раз очень боялись, нам рассказали о том, что есть час поезд на попутчиков, мы такие, о, круто, давайте еще кого-нибудь найдем, и в итоге мы поехали в этот круиз шестером, с нами был вот сын Юля, и в итоге мы очень классно перетонули, погуляли. Итак, что из себя представляет круиз на лайнере? Круиз на лайнере, это вот вы в течение определенного количества дней плывете и смотрите несколько стран, городов. Это могут быть круизы вообще однодневные, так как в руководстве на 113 дней. Срок, который, ну вот, срок круиза, он не имеет каких-то таких ограничений. То есть есть круизы, которые вообще там из Италии в Испанию и там одну ночь, то есть, например, европейцы так путешествуют из-за заряда гостей к бабушке. Есть круизы полноценные. Самыми популярными круизами являются по сроку, это там неделя, 10 дней, 14 дней. Вот круизы на Канаре, например, сейчас в Активе на игре, 15 дней, я считаю, что это самое оптимальное. Я вообще всем рекомендую, кто хочет, что за первый круиз выбирать хотя бы неделю, потому что 3-4 дней объективно мало. Вот так вот выглядит каюта. Это каюта с балконом. То есть вот большая спальная кровать, очень мягкая, у нас была опорка в номере по 2-3 раза в день, то приходится, ну короче, как в 5-звездочных отелях. Кто отдыхал в хорошем отеле, тот понимает, какой там уровень обслуживания. И я был в шоке, когда с нами были девчонки, и они, получается, нашли, по-моему, волос на кровати, пришли на ресепшн, и вызвали девочку, губерномка, наверное, или какая-то, и она прям прибежала, полностью вычистила весь номер, опять пропорисосила, поменяла полностью всю постель, и только тогда сказали, да, еще в миллион раз извинилось, и их поселили в номер. То есть уровень, который там относится к клиентам, высочайше. И чем еще принесли в каюту, без спроса, извинения, на бутылку шапанского, и в шоколаде? Да, да, да. И мы прямо это весьма на видео записали, и не читали. Ой, что это? Да, было круто. Вот, и получается, так вот выглядит душ, туалет, то есть в принципе вполне можно. Вот диванчик, например, складной, на котором очень аккуратно разбросаны вещи, он трансформируется в двухъярусную кровать. То есть если вы идите четвером, чтобы вы понимали, как выглядит каюта на четверых. Это спальная кровать, и вот этот вот диванчик, он раскладывается в две полуторные кровати двухъярусные. В каюте есть фен, из такого, что девочкам очень надо плойки можно брать с собой, то есть плойки можете с собой взять, но фен, все остальное там есть в каюте, если нужно похладить одежду, есть сервис, который вот этим занимается. И постирать то же самое. Вот. Все в каюте очень классно сделано, много розеток. Дверь на балкон с специальным механизмом, чтобы не могли, и она достаточно тугая, ее не откроют дети. Может быть даже очень крупкие девочки ее не откроют. Но дети не откроют точно. То есть все сделано при безопасности, чтобы дети вдруг чего не выходили на балкон. Это у нас была, по-моему, десятая или одиннадцатая палуба. То есть вот такой вид ночью, это морской свет был от лайнера. Это был лайнер MSC Bellissima в первом прошлом круизе. У них на потолке есть вот эта светодиодная вверху, вот эта красивая штука. Это огромные LED панели, которые меняются в зависимости от времени дня или от настроения капитана. Они включают разные какие-то проекции и так далее. Когда происходят какие-то шоу, там вот это дело тоже делаются всякие инсталляции на потолке. На лайнере есть вообще главная мастерская. Вообще данная улица это такая, как променад улицы для прогулок по вечерам. То есть там все магазины, бутики, магазины и так далее. На этих же этажах находится театр. На этих же этажах данной круизной линии находится цирк, солей, казино, рестораны. По системе все включено и так далее. Это главный атриум, где находится все в кристаллах Сваровски. То есть данная круизная компания. Одно из их отличительных фишек это как раз лестница Сваровски. Каждая ступенька стоит 200,5 тысяч евро. Очень классно. И на данной круизной линии у MSC есть цирк, солей. Тоже очень здорово. Здесь всегда живая музыка, есть интерактивные такие экраны. В зависимости от новостей лайнера, от класса лайнера. Естественно, чем новее лайнер, тем лучше. Для первого круиза я рекомендую всем выбирать лайнеры 2016 года или позднее. Если вы хотите прям море эмоций и у вас есть на это определенное количество денег. То есть вы не охраничены бюджетом. Я рекомендую брать Road Karim. Это фантастические лайнеры, у которых все развлечения, которые есть на борту. Больших лайнеров. Они все включены. Там и каток, и зиплайн, и скалодром, и куча-куча всего. То реально именно активные лайнеры для активного отдыха. Не вот этот тюлень, как в отеле в Турции. А именно активные. То есть там все развлечения, какие на активность направлены. Так выглядит вот шведский стол. Шведский стол работает 20 часов в сутки. У них прерыв обычно с 2 часов ночи до 6 утра. А так все остальное время можете прийти и взять себе что-нибудь покушать. Фишка шведского стола в том, что в определенное время всегда что-то работает. На протяжении всего дня. Обеденное, завтрак, ужин работают все фудкорты. Но в вечернее время, в позднее, работают фрукты. Фудкорт с фруктами и сладостями работает всегда. И работают ночью, по крайней мере, когда мы приходили. Работают фудкорт с пиццей. Да, но тут я рассказываю впечатления. Давайте пока я рассказываю тут впечатления. Расскажу о том, что включена в стоимость круиза. Вот даже самая базовая дают. Все развлечения, которые есть на борту. В каком плане? Например, у данной круизной линии это аквапарк. Это бассейн и джакузи на верхних палубах. Это скалодром в хвосте лайнера. И развлекательная шоу-программа, которая каждый день новая. Театр, опять же. Каждый день новое представление. То есть в театре можно находиться... Я люблю говорить эту фразу, она правдивая. Мужчины могут за неделю выполнить свой годовой план по походу в театр. По поводу в театр своих шоу. То есть это реально очень круто. Опять же, ресторан по меню. Это тоже очень крутая фишка круизных линий. В чем суть? Стоимость каюта включена каждый вечер. На карточке вашей отключают каюту. У вас есть номер столика. Название ресторана, в котором вы будете ужинать. И время. Вы туда приходите. И каждый вечер у вас свой официант на протяжении всего круиза. Если вы в начале круиза попросите меню на русском языке. Вам принесут. Всегда будут носить меню на русском языке. Если мы говорим за круизные лайнеры Royal Caribbean, Norwegian и Carnival. Я рекомендую там попросить два меню на английском и на русском. Потому что у них, у этих компаний, рацион на русском языке и на английском может отличаться. Учтите это на будущем. Так происходило наше каждое утро. То есть вот мы просыпаемся и выходим посмотреть на море. Каждый день новый город. Это тоже очень круто и здорово. Есть, конечно, круизы. Например, у меня второй круиз был. Восьмедневный. И там один день выделялся на переход с острова Мальта в Испанию в Барселону. И весь этот день он был в море. И когда у вас есть день в море, это потрясающая возможность изучить лайнер. Потому что если вы едете с целью... У вас первый круиз, естественно, едете с целью все посмотреть. Как можно больше всего. У вас времени... Когда лайнер стоит в городах, у вас не будет времени на изучение лайнера. У вас будет время на изучение нового города, культуры и так далее. Поэтому когда есть день в море на маршруте, это потрясающая возможность посмотреть все уголки, которые есть на лайнере. На этой круизной линии не входит стоимость развлечения из разряда... Там есть симулятор Формулы-1, есть Боулинг, есть кинотеатр. То есть такие развлечения. Но они достаточно недорогие. Там в районе от 6 до 15 евро, в зависимости от того, что вы хотите поразличься. Так, что еще? Это вот Барселона. Я был в Барселоне получается 5-6 часов. И это в первом круизе. И я просто прибился в этот город. Поэтому второй круиз я смотрелся стартом из Барселоны как раз. И я думаю, что у каждого свои причины путешествовать на круизных лайнер. Кому-то лучше, кому-то удобно, кому-то еще что-то. Для меня это возможность за неделю увидеть как можно больше стран и городов. И я стараюсь каждый новый круиз выбирать себе так, чтобы у меня был новый город. Хотя ли новая страна, но хотя бы новый город. И получается, каждый мой круиз, я в нем знакомлю с какими-то городами и в какой-то влюбляю семьи остальных. И тогда я могу следующий круиз бронировать себе так, чтобы приедать в этот город заранее по нему гулять. Это вот, кстати, рестораны по меню на русском языке и на русском языке. То есть все, что есть в перечне в меню, оно все включено в стоимость. То есть там абсолютно разные кухни. Ну, на Слепизе на море это Средиземноморская. Если мы говорим за близостью, например, по Азии, у вас будет азиатская кухня на борту. Персидский залив, восточная. Америка американская. То есть преимущество в том, что, например, когда вы путешествуете в определенном регионе, вы едите кухню того региона, по которому вы плаваете. То есть не будет такого, что вы, например, где-нибудь в Азии будете покупать азиатскую еду и приходится ходить по городам, вот этих сомнительных будочках, покупать что-то, чтобы попробовать. Вы можете все это есть от квалифицированных поваров на лайнере. Тоже одна из возможностей не получить какое-нибудь изобретение. Вот. Это мы гуляем по Болтуону. Еще одна особенность круизного отдыха. Почему он считается самым безопасным видом отдыха? Потому что в случае какого-то землетрясения, наводнения, войны не дай бог, лайнер просто не заходит в эту страну и меняет город на другой. У нас так произошло вот во Франции, потому что мы попали в шторм. Лайнер не зашел в Марсель, потому что Марсель не смог принять. Поэтому поменялся маршрут вместо Марселя. У нас Болтуон, это другой французский город. Там базируется военный московский город Франции. Тоже прикольно. Музейчик. То есть небольшой город. Не Марсель, конечно. С другой стороны, я даже рад, что не попал в Марсель, потому что Марсель считается самым криминальным городом Франции. То есть там посреди пела дня могут ограбить и так далее. Поэтому в принципе я даже... Ну, все хорошо, потому что Тулон, например... А? Побоялся. Ну, не то, что побоялся. У меня был маршрут простроен. Все нормально. Да, кстати, перед круизом потрясающая идея. И я в принципе всем советую, особенно если много мужчин сидит. Я советую вам перед круизом давать возможность прорисовать маршрут, где вы будете что смотреть по городам, именно вашим девушкам, женам и так далее. И тогда она будет в восторге от того, что вы мужик за ней ходите. То есть она решила тот маршрут, она решила... Я так решила, и вы за ней ходите. Это тоже очень круто. И опять же это возможность для девочки... Как это называется? Проявиться. Ну, проявиться, да. Именно творческую какую-то натуру. Потому что это все равно сложно. У вас есть определенное время. Нужно рассчитать маршрут, спланировать. Опять же посмотреть то, что вам интересно и так далее. Бассейны тоже очень крутая тема. Бассейны на куисных лайнерах, которые открыты, они с соленой водой. То есть вода берется из моря, она очищается через сайты. Фильтры попадают в бассейн. То есть, ну, даже если у вас куис там в холодное время ходите, считайте, что все равно в море вы покупались. В открытых бассейнах, в открытых бассейнах, там естественно вода уже нормальная, пресная, отварированная. Вот, это цирк у солей. Очень рекомендую сходить, не пожалейте эти счастные 15 евро. Там с налогом выходит 17 евро, но не суть. Ну, допустим, 17 евро вилет. Это часовое шоу, очень крутое, классное. Оно того стоит, плюс в эту стоимость входит коктейль из бара на выбор. То есть там есть безалкогольные коктейли, а алкогольные вы можете взять. Да, еще в базовую стоимость круиза не включен алкоголь. Это нужно учитывать, поэтому когда бронируетесь в круиз, если у вас есть больше денег, лучше взять пакет алкогольных напитков у нас в серфисе. Это можно сделать, то есть можно добавить себе алкогольные напитки. Это, да, дискач, причем на лайнерах есть куча разных дискотек тематических и с музыкой по возрастам. То есть поедете вы с детьми, которым там 17-18 лет, или поедете, ну и поедете вы с женой, например, то у вас, вы можете на разных тусовках, у вас будет разная музыка, то есть каждый найдет себе развлечение и компанию по интересам, по возрасту, по тем предпочтениям, которые есть. То есть это очень круто, здорово. Из такого на лайнерах еще, на многих лайнерах можно заходить с детьми, нужно. И есть детские клубы по возрастам, это тоже включено в стоимость. То есть можно ребенка, если он активный и любит, например, общаться с другими детьми, отдать туда. Суть в том, что лайнер это интернациональная движуха, на разных языках дети общаются. Поэтому это возможность, можно сказать, сплотить какие-нибудь странные между собой. Потому что дети очень легко дружатся. Вы вспомните себя в детстве, когда просто пришел на игровую площадку, привет, давай дружить, меня мама зовут, меня там Артем, вы уже друзья, как у нас все детство. Точно такая же ситуация будет у детей на порту лайнерах. И в итоге может сложиться такая ситуация, что ваши семьи подружатся, и вы еще увидите, вас будут в гости куда-нибудь в Наталью вас с вами приглашать. Почему вы и нет? Это я еще в конце презентации расскажу еще историю, которая меня вдохновила во втором круизе. Вдохновила меня еще и еще путешествовать. Это реально показывает уровень для тех людей, которые есть на порту. Это, кстати, была хиппи-вечеринка. Семья из Португалии взяла с собой костюмы хиппи только ради вот этой вечеринки, которая на... Да. Что там? В зависимости от интернета. Вот. Специально взяла костюмы для вечеринки хиппи. Приехали на лайнер. И они... У них круиз раз в три месяца, они мне сказали. Вот. И они раз в три месяца отбираются в круиз. И в круизе всегда есть какая-то вечеринка. Типа хиппи-вечеринка, рок-вечеринка, белая вечеринка и так далее. То есть люди туда врываются и отбухают. И целыми семьями. Ну, тут я уже свой фидбэк даю. Давайте сейчас. Включу следующее видео. Вот. Это... Ну, сейчас я буду продолжать рассказывать. Это... Сделаю такую небольшую аннувацию. Это ролик, который показывает, как проходят один день на портулане. Так вот. Отправиться в круиз вы можете несколькими способами. У вас есть, в первую очередь, это турфирмы. Естественно, мы там переплачиваем. Причем я ходил в разные турфирмы, как в Харькове, так и в Киеве. Цельная... ну, накрутка от туроператоров всегда разная. Недавно со мной свидался парень из Одессы. И он сказал, что... ну, мне позвонил прямо и говорит, а вы уверены, что вы за тысячу долларов ездили в круиз? Потому что я пришел в турфирму у меня в Одессе. И мне посмеялись в лицо. И сказали, что круизы минимум тысячи долларов на человека на неделю. И это горящий тур из-за того, что тебе нужно через три-четыре дня сесть наладить. Типа вот такого. И такой, ну, вот как бы пример. Опять же, я у всех этих фирмов так. Я не берусь как утверждать, но это на моем опыте то, что я слышал и видел. Второй вариант. Вы можете буквально покупать круизы напрямую на сайте круизной компании. Такая возможность есть, но не у всех компаний. Например, у той же MSC, вы даже когда кто путешествовал, когда проходили check-in, там было написано буквами о том, что если у вас возникли какие-то проблемы при регистрации, обратитесь к вашему туроператору. Они вообще не оставляют никакой связи на техподдержку свою. То есть, например, когда я хотел списаться с MSC, я не смог найти, как с ними списаться даже. То есть на официальном сайте, на американском, на международном не было этого всего. Вот. В некоторых компаниях можно. То есть есть компании, которые сотрудничают с MSC регионом. Но, опять же, это все равно покупка не совсем напрямую. Есть у, например, в России и Украине есть представители этих компаний. Естественно, они как представители все равно какую-то накруточку делают. Плюс цены в круизной мире, у них региональное распределение цен. То есть, например, для американцев фантасена, для немцев другая, для MSC региона третья. И так работает, в принципе, все распределение цен на круиз. Третий вариант. Это тот, которым пользуюсь я. Это тот, о котором мы сегодня говорим. Есть сервис по самостоятельному бронированию. Я ее продвигаю в социальных сетях. Вообще, это имеет такое слово, как клуб. Но многим нашим людям не совсем понятно это слово. Поэтому я всегда употребляю слово сервис. И, в принципе, всех презентаций так и рассказываю про сервис. Так, мы сюда вернемся еще. Там новичка интересного есть. Итак, что это за сервис? Это сервис по самостоятельному бронированию круиза. Так выглядит наш аккаун. Вот у нас есть круизы. Здесь есть поиск круиза. Мы попадаем в booking по бронированию, где есть куча направлений. Аляска, Азия, то есть Средиземное море. Вы можете выбрать любой регион, куда бы вы хотели отправиться. Единственное, что вы должны, естественно, заранее указать. Ну, узнать, куда нужны визы, куда не нужны. Вот сегодня мы общались, например, с визой на Канаре. Если вы хотите туда и вы хотите выходить в Марокко, то вам нужна марокканская виза. Она отправляется в интернет, но она нужна, если вы хотите выйти. Если вы не планируете выходить в Марокко, если вы будете в этой иналайне, то вам эта виза не нужна. Можете просто остаться на уровне. Итак, что, как здесь искать? Мы находим, здесь есть сортировка, ставим сортировку дешевле сверху. Круизное направление. Здесь есть все. Тут есть и Антарктика к пингвинам, и Европа, Фиджи, там, Северная и Южная Америка. Есть трансаплантические переходы, есть кругосветные в точности. Кому интересна кругосветка, это ставится сортировка на 2022 год на январь. Там три или четыре варианта с разными подложительностью от 80 до 113 дней. Давайте покажу самое популярное направление. Опять же, мы находимся в данный момент в Украине, и у нас недавно открылась Европа. Я надеюсь, что и в основном 8 регионов тоже откроются. Итак, ну и смотрим, давайте, например, на ноябрь месяц. И здесь можно выбрать круизные линии. Это все круизные линии, которые подписали. Уникальное торговое и партнерское соглашение с данным сервисом. Длительное на 10 лет с правом продления. Сейчас в данный момент сервису 5,5 лет. То есть еще 4,5 года будет действовать этот договор на уникальном предложении. В чем суть? Пока есть этот договор, другого такого сервиса не появится в мире. Потому что это международное соглашение. Поэтому есть возможность пользоваться. Но я думаю, что скорее всего будет продлеваться соглашение. Потому что на данный момент за 5,5 лет в сервисе 1 миллион человек. То есть 1 миллион человек по всему миру, которые путешествуют вот так вот. И ладно, оставляем все круизные линии. И этот я оставил для того, чтобы посмотреть все варианты, которые есть. И вот так как мы выставили цену, сортировку от меньшего до большего, у нас тут есть, например, цена, которая здесь отображается, она сразу отображается за каюту на двух взрослых с налоговыми и бортовыми сборами. То есть это цена за двоих за неделю. То есть 7 ночей тоже просит ей получается. И тут есть, например, на 5 ночей, на 7, на 5. Ну то есть идет сортировка от меньшего от большего. И то есть там есть, если мы поставим, ну интересно, что у нас здесь такого. Есть вот 24-дневные круизы из Венеции в Буэнос-Айрес. Это трансатлантический переход в Южную Америку. 20-дневные и так далее. То есть вы тут можете выбрать сортировку. Вот, пожалуйста, цена за месяц круиза 4 тысячи долларов на двоих. Итак, давайте посмотрим какой-нибудь из галендов. Допустим, ну вот с 19 по 26 ноября. Внутрь у меня каюта будет стоить тысячу долларов. Каюта с окном будет стоить тысячу двести. Округли им с балконом тысяча шестьсот. Сьют две шестьсот восемьсот. Это, например, компания Госта. Это итальянская компания. И у них есть свой прикол. У них каюты класса Classic и Premium. У них включен стоимость алкоголь каюты. То есть, если вы берете... А, тут же есть еще гарантированное. Тут тоже интересно. Я вам сейчас вам скажу. Давайте вот маршрут. Чередовекия. Это портовый город Рима, Италия. В самом Риме у них нет порта для захода больших таймеров. Поэтому порт, где Швардобус-Вайнер находится в Чередовеке. 6 евро 30 минут на электричке. И вы на месте туда и не обратите. То есть, здесь можно прилететь в Рим за пару дней до. Погулять по Риму, насладиться Италией. Сесть с утра на электричку, доехать до порта и там зайти на лайнер. Потом Ницца, Савона, Марсель, Франция, Барселона, Испания. Валенсия, Испания. Велик море, Валермо, Италия. Это город на Сицилии. И возвращается обратно в Чередовеке. То есть, это круговой круиз. Круговой круиз. Это когда лайнер выходит из одного порта и в этот же долг возвращается. Вот. Цены указаны в долларах США при двухместном размещении и периодически в отдых местах. Они не включают в себя авиаперелет или трансфер. Вы из портапливаете отправку. То есть, это цена за сам круиз. Естественно, перелет, как вы добираетесь до лайнера, ваши внутренние расходы на самом портут, если вы что-то покупаете. Или карманы какие-то деньги, это дополнительно статья расходов. Это нужно очень много. Вот. Здесь есть галерея. Можно посмотреть какие-то фоточки. Давайте перейдем. Посмотрим более детально. Допустим, ставим на двух взрослых. Так. Я сейчас заберу малышку. Если у вас есть даю тебе кто-то старше 55, ставьте галочку. У некоторых компаний на определенные маршруты есть скидки для людей старше 55. Так же, как у поездных компаний, есть детские тарифы. Например, у компании МСИ и БОСТа есть детские тарифы. Дети идут либо бесплатно по определенных маршрутах. В большинстве маршрутов на двух родственных ребенок идут только за налоговый и портовый сбор. Если это семь дней, это 120-150 долларов. Итак, смотрим. У нас есть сьют за 2700. Внутренняя свита на море. Давайте, например, балкон посмотрим. И вот есть гарантированный, есть классик и премиум. В чем разница? Гарантированная каюта. Эта каюта самая дешевая считается в этом классе. Ну, например, в типе кают с балконом. Она может находиться где угодно. То есть, когда вы бронируете каюту гарантированную, у вас нет права выбора места, где она будет находиться, номер каюта. Это решает сама круизная компания. Это может быть хорошее место, а может быть где-нибудь рядом с лифтами, например. То есть, все может быть по-разному. В этом плане право стоить за круизной компанией. Каюта классическая. Здесь у вас уже есть право выбора. Каюта на вас будут нижние каюты. Нижние палоды. И кремиум у вас более высокие каюты. То есть, например, чем выше в данной круизной компании вы находитесь. Тем более лучше. Например, вымесить такого нет. У них одна и та же цена. Что вы выбираете каюту, например. Что фантастика, что аурея. У них одинаковая этажность, можно выбрать. Вот. В чем суть каюты гарантированной? Прикольная штука, например, если бронируете внутреннюю каюту. У нас даже есть случаи, я думаю, многие об этом знают, что она повышает класс. Гарантированная каюта, вот это то, что сама круизная компания выбирает. При посадке на лайне, если будет свободна каюта с окном, с балконом или более удобное расположение, вас могут бесплатно переселить в каюту более высокого класса. То есть, бесплатно. Вам не нужно это заплачивать. Это очень классная штука. Почему так сделано? Потому что круизные компании, естественно, хотят себе постоянных клиентов, чтобы люди к ним вернулись. Ну, в любом бизнесе все хотят, чтобы люди к ним возвращались. Поэтому, когда вы бронируете гарантированную каюту, есть велик шанс того, что вам могут повысить ее от каюта с окном или с балконом. Особенно сейчас, когда лайнеры нельзя заполнять более чем на 50%. Половина кают густых. Поэтому, кто хочет сэкономить или как будто вы бронирует гарантированно, у вас с вероятностью с очень большой переселят в каюту с окном или с балконом. Потому что вас бесплатно апгрейдят в кают. Вам же, естественно, это понравится. Вы же расчитывали на каюту или у вас окно появляется или балкон. Это же супер. И у вас уже другое отношение, другие взгляды на круизную жизнь. Этим же занимаются и MSC, и Royal Caribbean, и Carnival. То есть, у большинства круизных компаний тут есть. Есть некоторые круизные компании, которые не берут себе набор детей категорически ни в каком возрасте. Это, в основном, лакшери круизные компании по типу Grandjins & Ansis, Seagorn и так далее. Вот. Насчет того, дети с какого возраста могут заходить на лайнер. На большинстве с 6 месяцев есть некоторые круизные компании, где с одного года, можно сказать, съемки с собой. И, ну, по крайней мере, европейцы этим очень пользуются. Очень много видео, где детей с колясками в круизах. Насчет беременных. До 23-й недели. То есть, если у вас пошла уже 24-я неделя беременности, вас на лайнер не посадят. Обязательно, вот, следите за этим. Вам? Нет, мотив. Я не знаю, на что там планировалось. Да, следите. Так, следите. Все я знаю. Так. Теперь перейдем к самому сервису. В чем его суть? Сервис работает на уникальном партнерском соглашении с круизными компаниями. В каком плане это... Давайте дальше я его отключу, если что мы потом туда вернемся. В каком плане это реализовано? Круизным компаниям, естественно, хочется себе постоянных клиентов. И они за это борются. Данный сервис уникален, по сравнению с турфирмами, в том, что в турфирму люди приходят ради одного круиза каким-то раз поехать. Через наш сервис, ну, через этот сервис, не наш, путешествуют люди те, кто хочет поменять свой образ путешествия с заезженных в Турцию, Египта, разрывание пьяных майор, Тагил и так далее, на круизный мод. То есть это как отдых на, можно сказать, постоянной стофер. Вам нужно путешествовать каждые полгода, опять же, как прям часто не надо. Но вы можете путешествовать постоянно на круизах, выбирать разные регионы, плавание и так далее. В чем суть? Есть такая фраза, я ее не скажу. Путешествия по подписке. Я, по крайней мере, в своих социальных сетях пишу так. Что это значит? Вы ежемесячно откладываете себе же на счет по 100 долларов. Эта сумма накапливается, плюс к этим 100 долларов ежемесячно прибавляется еще бонус от сервиса. И таким образом вы бронируете себе каюту за ваши деньги, плюс за дополнительные бонусы от сервиса. Например, за год вы отложили со своего кармана 1200 долларов. У вас на счету будет доступно 1440 долларов. У вас 240 долларов просто капнет плюсом за то, что вы пользуетесь сервисом. Почему, зачем так сделано и в чем преимущество такого для круизных компаний? Почему нельзя просто сразу взять и купить каюту уже с бонусами и так далее? Опять же, на той же основе сервис предоставляет круизным компаниям свои данные, базу данных о том, что миллион человек, которые хотят зайти на портлайнера, причем на постоянной основе. Это постоянные клиенты. И круизные компании за это делают большие скипти. Именно поэтому в данном сервисе у нас есть возможность покупать А. по американскому маркету, потому что сервис американский и международный. Б. Здесь есть возврат средств. Это, что очень важно, в каком плане, если отменят круиз. Если вы пойдете, забронируете себе круиз в турфирме или напрямую на сайте круизной линии, вам, к сожалению, так как мы живем в Украине или где-то в Европе или в Америке, вам никто не вернет деньги. Никогда не возвращают. Это законодательный уровень есть в Европе, есть в Америке. У нас турфирмы это обходят ваучерами. В чем минус ваучер? Например, вы купили в турфирме круиз на компании Госта, хотели отправиться, его отменили по какой-то причине. Мы в таком мире живем, сейчас может произойти все что угодно. И вам вернули деньги. Вам вернули их пока. comes voucher. Ваучер на данную круизную линию. Для вас можете выбрать только эту круизную компанию и только в течение года. А, допустим, вам уже не хочется этой круизной компании. Некоторые проекты сделают еще хуже. Они разрешают выбрать только эту круизную компанию, только этот лайнер и только этот маршрут в течение года. А вам, допустим, уже не хочется в течение года. Вы хотите что-то другое. А возможности нет. В данном сервисе, как он работает по международному праву, в случае отмены круиза деньги возвращаются на счет. Я даже писал у себя в одном статье в Telegram канале, то есть мне вернули деньги, и я себе сразу не вернули деньги за пост, то я переварнировал себя на ABC. Могу Royal тарифм, могу другую другую компанию, в которой есть сервисы выбрать. То есть это более мобильная свобода выбора, у вас больше есть возможность выбрать другую компанию. Вот. В чем суть? Круизные компании, им очень важно иметь постоянных клиентов. Люди, которые путешествуют через наш сервис, клуб. У них, эти люди, они очень выделяются на борту, об этом вот даже рассказывала девочка, которая работает на круизном лайнере компании ABC. О том, что наши люди, которые через сервис, они выделяются, потому что они едут на передвигированных условиях из разряда того, что вот у меня, например, самый прошлый круиз, который у меня был в январе, он мне обошелся в 600 долларов. В тот момент, когда, например, те же итальянцы, испанцы и так далее платили за него 1080, за такую же каюту. То есть я поехал, грубо говоря, на 400 долларов дешевле, чем европейцы, которые покупают напрямую. И ощущение того, что я заплатил меньше, оно, эти люди, они обычно боятся что-то спросить, что-то где-то взять, потому что думают, что, ну типа, они и так уже хамили, потому что они поехали дешевле остальных, поэтому боятся. Есть набли, конечно. И вот она говорит, что наши люди очень выделяются. Она даже приезжала к нам в Киев, да? И мы дали ей звонок в то время, где она рассказывала о том, что вы не стесняйтесь, вы подходите, вы всегда узнавайте. Потому что многие люди подходят в конце Куинза и спрашивают из разряда, а что, нам и туда можно было, и туда можно было. То есть люди бронируются, допустим, каюту Фантастика, но при этом ни разу не использовались услугой доставки завтрака в номер. То есть, например, они думали, что их это не включено в стоимость. А это включено. То есть, например, в каюте Белла, если мы говорим за МС, то доставка завтрака стоит 6 евро с человека. Если мы говорим за Фантастика, то там стоимость 100 долларов сверху, которую вы переплачиваете. Во-первых, у вас выбор каюты есть, плюс у вас есть доставка завтрака в номер. То есть вы можете заказать себе, например, с вечера, заполнить специальный план, я хочу то-то-то, и вам утром в определенное время принесут завтрак в постели. Это тоже очень романтично, прикольно, хотя бы один раз попробовать. Естественно, там не весь блюд, который есть на светском столе, но один раз и сделать себе такое баловство утром, почему каюта. Особенно, если у вас каюта, например, за балконом, кто смотрел видео в тушке, но как он завтракал там на балконе, то тоже очень прикольно сидит там на море. Вот. В чем суть? За каждое отложенное 100 долларов вы получаете 100 круизных баллов сверху. То есть в сервисе входят круизные баллы. В чем суть? Вы положили 100, у вас на счету 200. На второй месяц 400. На третий месяц 600. Но вам, естественно, не доступны сразу все 100% от этих удвоенных денег. Это было бы неправильно. То есть люди просто бы полгода покатили, забронировали себе каюту и все. То есть это же не совсем выгодно а сервису, б круизному компанию. То есть все должно быть в балансе. Все должны выполнять свои соглашения, тогда все будет работать классно. Поэтому в первый год членства в клубе вам доступно 60% от удвоенной суммы. Не от ваших денег, очень важно, а от удвоенной суммы. Потому что у меня, например, многие спрашивают, а что это? Я положил вот 1000 долларов, мне доступно только 600? Какой-то лохотрон. Вам доступно 60% от удвоенной. Вы положили 1000 со своего кармана. Они удвоились, это 2000. 60% от 2000 это 1200 долларов. То есть 200 долларов сверху вам накапало, они доступны к планированию. Здесь нет такого, сразу говорю, о том, что вы выкладываете деньги и в итоге едете на сумму меньшую, чем вы вложили. Это не так работает. Я на всех презентациях и всем людям говорю о том, что если вы хотите поехать в круиз один раз, идите в ту фирму. Переплатите, за вас все сделают, вам все порешают. Вы в два раза переплатите, но зато будет меньше потом нервов, мне трепасов. Я очень не люблю каких-то... Я люблю говорить людям всегда правду, все сразу выкладывать, чтобы ко мне было меньше претензий. Мне проще, чтобы человек от меня отказался, чем потом выслушивать какие-то претензии своего. Поэтому я всегда людям говорю, что это путешествие на длительную основу. То есть вы можете за несколько лет изучить весь мир. Если у вас достаточно денег, вы можете благодаря этому сервису объездить за 5-6 лет, вы можете отправиться в кругосветку. Потому что, опять же, сравниваем цены на кругосветки. В турфирме... Где я смотрел? В Одессе. Кругосветное путешествие на 113 дней... Ой, на 93 дня стоит 40 тысяч долларов. Это минимальная стоимость. Здесь в сервисе стоит 25 тысяч долларов. То есть вы 15 тысяч долларов просто, даже если вы хотите эту сумму доплатить с карта, например. То есть если вам нужно через 3... Например, вы хотите в 2022 году, естественно, не успеете 25 тысяч долларов накопить. Вы хотите поехать в почту. То через сервис вы экономите колоссальную сумму денег, невероятную, которую вы можете потратить в том же круизе на шопинг, на изучение городов, на какие-то развлечения и так далее. Плюсом ко всему, у вас есть возможность побывать в эксклюзивных направлениях. В наших турфирмах не продаются... В основном не продаются уникальные круизы по типу Австралии и Новой Зеландии. Я помню, когда я пришел в сервис 2,5 года назад, я попал на международный форум, когда к нам приезжал президент компании Michael Hutchinson из Америки. И был кто-то из спикеров или кто-то рассказывал... У нее была женщина, сколько ей, 70+. У нее была мечта попасть в Австралию и Новой Зеландии. Да? Я правильно? Вот. И она зашла в этот сервис на идею отправиться туда в круизе. То есть в турфирмах не было этой возможности. Здесь эта возможность есть. Также уникальное направление заряды круизы к пингвинам. Эти круины, например, к пингвинам, вы можете попасть только если вы научный ученый или дочка миллионера, а не давать себе трюколет, и чтобы вас туда довезли, увезли обратно. Либо круиз на лайне. Это самый бюджетный, можно сказать, вариант попасть туда. И самый реальный. То есть можно есть... Была презентация с молодым человеком, у которого свой собственный завод в Киеве. И он зашел на идею. Он открыл два аккаунта на семью. Один на жену, один на себя. Чтобы накопить... Они просчитали, сколько им нужно времени, чтобы накопить с двух аккаунтов по 200 долларов в месяц. И они хотят, у него мечтают, к пингвинам попасть. Это круизы. В основном из Южной Америки. Это Буэнос-Айрес или... Это Лос-Анджелес. Есть Лос-Анджелес, да. Но короткие, есть небольшие на 16 дней. Они в основном из Южной Америки. То есть они заходят туда к пингвинам, возвращаются обратно. Это очень потрясающе. По огненной земле. Это очень классные круизы. У каждого своя цель прихода в сервисы. Кто как хочет себе уникального отдыха. Опять же, в наших фирмах не продаются люксовые круизы по типу Сильверска, Реджинс Севен Сис, Си Абон и так далее. Потому что это другой класс. Это из-за разряда того, когда на 200 человек пассажиров приходится 2000 обслуживающего персонала. Там вас на руках носят. Я не знаю, там наложницы должны выходить стоимость. Потому что там такие колоссальные цены. Это просто. Вы спите на золотых кроватях. У вас там линина. У вас там бокалы из выпиленного алмаза. Я когда читал, что он туда входит, это фантастика просто. То есть это для людей, которые реально умиляют. И таких людей в нашей стране тоже достаточно. В наших странах. Но они не могут, например, отправиться в эту крышу через ту фирму и продают какие-нибудь там стандартные, на Си Коста, Ройл Таипы и так далее. Где есть колюки более высокого класса. То есть не обязательно, что они Си Коста как круизы за 1000 долларов. Там есть аурея. Например, когда внутренняя 1000. Аурея будет стоить где-то 2800. Си Коста будет стоить где-то... Есть там Яку. Это где-то более 4500 долларов на недельный грудь. Но там у вас просто ВЦИ на корабле. У вас есть собственный шведский стол с самарами. У вас отдельная спазона. У вас отдельный шведский стол от всех вот этих смертных, которые в обычных раюках там находятся и так далее. Там на обычном шведском столе кушают свои креветки. А там прямо шампанское. Там все включено. У вас премиум посадка. У вас там вы можете получить какие-то скидки на бутики на что-то на покупку и так далее. То есть вариации это... Круиз класса стандарт это более такое слово классовый отдых. То есть туда будут отправиться как люди со средним доставком, так и миллионеры. Они могут быть вместе на борту. Это как раз то, что мне очень сильно понравилось в круизе. Это то, о чем я сейчас... Вот сейчас я думаю, я расскажу. У нас будет круизер. Вот. Я был под впечатлением. Есть люди, которые уже слышали эту историю. Есть и новенькие. Поэтому расскажу. Во втором круизе мы сидели в ресторане по меню. Я был тогда с девочкой путешествовал. И у нас был отдельный столик. А рядом с нами сидел столик. Семья из России и семья из Италии. Их просто посадили за один столик. Потому что не было свободы. Их как бы совместили в один большой. И итальянец всячески начал не подкатывать. А предлагать нам общение и так далее. Угощать вином. А россияне такие не-не-не-не-не-нет. Типа спасибо не надо. А он в итоге настоял. Он оплатил и говорит я умолчу. Они оба не знают своего языка друг друга. И россиян не знал английского. А этот не знал тоже английского. То есть они даже не могли на английском говорить. И они начали общаться через букву переводчик. В итоге через пару дней они уже братаны. Они уже ходят по всем городам. Это прям друзьяки. Там он их возит. Увлетарианец арендует. То есть там очень богато состоятельных. Они вместе на экскурсии ездят на машине и так далее. То есть они там все гуляют вместе. В итоге под конец круиза. Я не уверен, что он у них заканчивался. Я услышал такую фразу. Ну разговор. Оказывается, вот этот семья, который из России. У него свой собственный завод. Мебельная фабрика. А итальянец у него сеть своих ресторанов по Италии. И итальянцу настолько сильно понравилась мебель и портфолио, которые есть там. Что, насколько я правильно понял, он сделал заказ у него от мебели для своей сети ресторанов. Я думаю, ну там сумма достаточно кругленькая. С транспортировкой, со всем остальным. То есть чувак поехал в круиз. И при этом у него так глаза горели. У него просто, знаете, как я на него смотрел. У него лицо такое. У него жена такая офигеншая сидит. И у него лицо, у него в глазах просто такие лимоны. Да, да, да. Просто джекпот. Вот. Потому что, представляете, какая колоссальная сумма на сеть ресторанов. Поставить свою. И, естественно, это будет, он будет... Ну, то есть он сможет... Опять же, представляете, какая реклама для него, для его фабрики, что у него заказывают мебель из Италии. То есть в России итальянскую мебель заказывают. А тут у него заказали. То есть понимаете, да? Ну, я не знаю, чем это все закончилось. Но сама история того, что я это услышал, я понял. Вот. Это то общество, в котором я хочу находиться. Это именно там, где я хочу путешествовать. Потому что все мы знаем фразу, если вы хотите поменять свой образ жизни, поменяйте окружение. Если вы хотите поменять свой статус, выбирайте статус повыше. И я начал тянуться к этому. То есть с каждого круиза я стараюсь привести какие-то номера телефонов людей. Если у вас есть, например, какое-то знание английского. То есть вам не повезло таким, что они прям сдружились, но у вас есть какое-то знание английского, что вы с кем-то сообщались, вы меняетесь номерами. Все. У вас люди, они в Европе очень дружелюбные. Они могут приглашать к себе в гости. Из-за разряда того, что ехать у друга в путешествие. То есть вам не нужно тратиться на отели и так далее. А вас приглашают к себе в дом, вас устраивают личные искусства. То есть это реально очень круто. И там заводятся международные как дружеские отношения, так и, самое главное, партнерские. Из-за разряда того, что я рассказал. Ну, я, по крайней мере, в Турции и в Египте таких историй не встречал. Потому что там люди по-другому отдыхают. Понимаете, здесь тоже вы можете, никто вам не запрещает, например, лежать возле бассейна, попивать коктейльчики и так далее. Особенно, если вы взяли, там, из разряда премиум каюту на гости, или, например, аурею на IMC, где включен алкогольные пакетовые коктейльчики и тяжелый алкоголь и так далее. Вы можете всем это расслаждаться. Например, есть же шанс, но в семьях есть разные типы людей. Муж, например, может лежать у бассейна и расслаждаться морем, ну, бассейном, джакузи и так далее. А жена здесь не пошла гулять в моего города. Кстати, на будущее это классная тема. Если будете ехать семьями, например, я рекомендую все-таки заранее вы должны поделиться. Это, ну, я считаю, что важно. Потому что у мальчиков другие интересы. Мальчику хочется сделать дегустацию пива, бобаром, посмотреть на какой-нибудь стадион в Барселоне, может быть, там, покушать каких-нибудь креветок на морском вот этом самом. То есть, если вы едете, то сразу договариваете о том, что у мальчиков своя программа, у девочек, например, с детьми своя программа. Ну, или, например, если дети, то пацаны, естественно, будет интересно с отцами пройтись. А девочкам можно дать карточку без фанатизма. И вперед, шоппинг, потому что, например, в Барселоне, работает в Испании, работает Tax-3 очень удобная штука. Это когда вы покупаете какую-то вещь, и потом вам на границе возвращают за нее налоги, ну, да, налогов и пошлины вот эти вот эти вот сборы. То есть, если вы там скупляетесь, по-моему, на 100 евро, вам возвращают 10%. То есть, вы скупились на 100, и 10 евро вам вернут. Так, 10-15 евро, в зависимости от категории товара, которую вы покупаете. Тоже категория штука. А, вот, на лайнерах, это, кстати, вот так, где стояли фрукты, а в один день они сделали выставку с такими тортиками, и можно было в определенное время, по-моему, прийти и любой кусочек тортика выбросить, вам отрежут. То есть, они прямо выставку тортика сделали, тоже очень красиво было. В принципе, все, что хотел рассказать, я рассказал. А теперь можете задавать свои вопросы, у нас есть еще время. Ну, есть такие вопросы, и все, понятно. Вы, например, помачивали девочку и два аккаунта. И вы сказали, что они откладывали по 200 долларов. Есть какой-то порог в верхней налоге? Не-не-не, по 200 долларов, то есть 200 долларов уходит из семьи. То есть 100 долларов это... Есть ли какой-то предел верхней суммы, которую можно отложить в месяц? Нет. Это чисто стоили? 100 долларов это фиксированная сумма. На этом построен весь договор с выездными компаниями, что 100 долларов не больше, не меньше. Если вы хотите как можно быстрее поехать, вы можете доплатить с карты. Вас никто не заставляет только накапливать. Это никаких проблем. Вы можете доплатить с карты. Причем, так как это американский сервис, вы можете... Когда вы доплачиваете с карты, сумму, которую вы доплатили с карты, вам возвращают на карту. А сумму, которую вы оплатили вот этими выездными баллами, вам возвращают на счет сервиса. То есть, например, у меня не хватало... Не у меня, я планировал своему знакомому, который в Донецке живет. Вот тоже, кстати, интересная идея. Есть люди, которые живут в Киеве, в Харькове, на нормальной, можно сказать, территории, и где ходят банковские карты и так далее, и они в итоге нос выродят. А у меня вот родственник, который живет в Донецке, и он больными путями мне каждый месяц передает эти 100 долларов, чтобы я мог положить ему на счет. То есть человек хочет путешествовать, находясь там. Ну, вот как примерно. Вот. И у него не хватало 300 долларов, по-моему, на круиз. У них большая семья, но два взрослых два ребенка. И я доплачивал за него 300 долларов с карты. В итоге круиз из-за того, что опять же пандемия отменился. И мне 300 долларов в течение трех дней после отмены круиза вернулись на карту обратно. Банковского счета. То есть это, в принципе, как дополнительная возможность. Если вы хотите, например, в этом году поехать, то, естественно, сейчас не успеете накопить сумму, например, на круиз семьей. То вы можете те же 300-400 долларов потом доплатить с карты и так далее. Вот. Еще один вопрос. Первый раз, первый приезд после первого своего взрослого. Через какое время вы будете заниматься? Через 14 дней. Здесь есть возврат средств. Сейчас давайте покажу. По международному праву есть возврат средств. И он работает в течение 14 дней. Что это значит? Вы отложили первые 100 долларов. Проходит 14 дней. Это защита от выпускной покупки. Вдруг вы передумаете. Вы сможете в течение этих 14 дней написать письмо в техподдержку о возврате. Вам вернут эти деньги и, пожалуйста, можете дальше путешествовать в Турцию, в Египет или на Азовском море. У каждого своих городов. Вот. На 15-й день вам открывается доступ к бронированию. То есть уже на 15-й день вы можете бронировать. Тут важное уточнение. Я не зря делал акцент на том, что сервис предусматривает то, что вы будете путешествовать на постоянной, ну, долгой основе. Например, там, раз хотя бы в год, в два и так далее. Поэтому, если вы на 15-й день забронируете круиз себе, допустим, на ноябрь или на Новый год, вы должны отдавать себе отчет, что вы должны оставаться активным членом клуба до этого момента. Иначе вам отменят круиз и вернут деньги на счет. А такие активные члены – это 100 долларов ежемесячная карта. К тому моменту, то есть это для меня, например, было удобно. Потому что я свой первый круиз забронировал спустя 9 месяцев после того, как откладывал. Я забронировал круиз. И я его забронировал за полгода дома. И когда подошел время первого круиза, я в него съездил, а у меня уже скопилась сумма на следующий круиз. И я возвращаюсь с этого круиза с первого просто под фантастическими впечатлениями. Начинаю, естественно, делиться об этом в социальных сетях и так далее. Все под восторгом. И я собираюсь и еду, например, второй круиз, и я уже прогонирую, например, второй круиз. Вот. Да. А если вы можете по поводу активного отдыха? Как я понимаю, некоторые круизы должны платить за это. А есть такие круизы, где уже все включено именно от аттракционы, театры и шоу? Ну, например, театры включены на всех. Театры и шоу. Единственное, что есть уникальные шоу по типу «Цой Кадюсалей» на «Реноси». Там не включена стоимость. Насчет аттракционов. Есть определенный перечень. Например, ну давай, к примеру, у круизной компании есть Royal Caribbean. Она считается самая развлекательная. В чем суть? Например, она тоже считается круизной линией класса «Стандарт». Например, у МС начало порога стоимости круиза где-то 950-970 долларов у нас в букинге. У Royal Caribbean на лайнер тоже, и чтобы это был новый лайнер, такой же плюс-минус маршрут, это будет 1400 долларов порога. Вот эти вот 400 долларов сверху, это как раз за то, что у вас все на борту включено в стоимость практически. Ну то есть развлечения точно. Если мы говорим за Royal Caribbean, это там у них есть акватеатр, это ледовый каток, это зиплайн на высоте 25 метров, это скалодром, это капсула на некоторых лайнерах, там не в осетке, есть капсула North Star. Это капсула, которую вы видели в ролике, она поднимается над лайнером, и лайнер будет в море, и вы, то есть как классные фоточки, можно сделать такой лайнер в море. Она тоже бесплатная. Электрические машинки, роликовые коньки, что там еще есть. Аэротруба тоже, это все включено в эту стоимость, базовые каюты, какую бы вы ни взяли, это все будет включено. То есть единственное, что это там живая очередь, естественно, но опять же, в зависимости от того, в какое время года и по какому маршруту вы поедете, вы можете зависеть, сколько людей там будет. Потому что, например, в круизах, которые я был в ноябре, как бы, в лагере рассчитано на 6000 человек или на 5500, но в итоге нигде не было ни этапки, ни очереди. То есть, например, в том же аквапарке, представляете, сидели в море, это же все рвутся в аквапарк. Я, кстати, вчера был в рамарах, в аквапарке. Это, конечно, да, в 5500 аквапарк это сильно. И там не было вообще никакой очереди. Единственное, что, если у вас дети, то они должны быть обязательно, до 16 лет, они должны быть обязательно под присмотром взрослых. То есть, одевается браслетик специальный, и они поднимаются на горке и катаются под присмотром ваше. То есть, вы как... Врачитель. Да, врачитель, да. Если вы взрослый, вы, естественно, должны... То есть, там все, они очень следят за безопасностью. И самое главное, я посмеялся из этого, они очень следят за тем, чтобы им не было никаких претензий в случае чего. Потому что, когда ты заходишь в аквапарк, то обязательно должен расписаться в технике безопасности, о том, что ты с неосведомлен, и о том, что в случае, если ты себе что-то сломаешь, то это ложится на твою ответственность и неотвестенность аквапарка. Это написано на английском языке, но это есть. В нашей компании, естественно, этого нет, например. Но у них очень строго со законностью, поэтому у них есть такие вот дополнительные да. Да. Еще один вопрос. Чаевые платятся перед первым или последним или каждый день? Чаевые начисляются вообще в последний день, они автоматически начисляются в каждый день. На европейских круизах это 10 евро со взрослого, 5 евро средов в день. В американских круизах это 12 с половиной, и на круизах по Аравским императам и Азии это 12 с половиной долларов в день со взрослого, то есть, например, за недельми круиза по взрослых это 140 евро чаевых. Например, чаевые, раньше от них можно было отказываться. Я, ну, я грешну этим в первом выезде, я отказался от чаевых, во втором я их уже платил. И тогда можно было от них отказываться. Например, компания MSI, она разрешала это делать по вашему желанию, причем из-за того, что вы отказываетесь от чаевых, и вас не добавляет никакой учебный список, я как бы второй круиз уже MSI планировал. Все вот с этим было нормально. Сейчас, ввиду того, что логи, лайнеры простые и так далее, компания, естественно, ну, вся экономика мира понесла убытки, они сейчас пока что отключили возможность отказываться от чаевых, поэтому они, ну, автоматически, и вы должны тоже вписывать себе это как дополнительные расходы. То есть, я, например, когда составляю дорожную карту кому-то из своих, ну, не клиентов, я люблю слово друзей, путешественников и так далее, кто пришел по моей рекомендации. Мы составляем сюда заранее дорожную карту. Например, человек говорит, что я бы хотел зимой поехать, или я бы хотел поехать через год. Даже если через год, мы, естественно, не будем сейчас бронировать круизу, это имеет никакого смысла круизу, лучше бронировать за 90-120 дней. Это самый оптимальный вариант для бронировки. Вот. Мы составляем дорожную карту, где я, ну, где мы вместе садимся, ну, или я один, в зависимости от того, насколько человек занятой. И мы мониторим цены на перелет, сколько нужно денег взять с собой, какой состав поедет людей и так далее. И туда же я всегда в дорожную карту вписываю чаевые обязательные. Это очень важно, потому что у наших людей, у некоторых, есть негативные отношения к тому, что почему-то я пошла чаевые оставлять, я не хочу. А при этом, когда люди входят в наши рестораны, они почему-то не удивляются, когда есть написано там 15% за обслуживание в ресторанах или 2,5%. То есть я вчера сходил там в ресторан здесь на Крещатике и 15% был за обслуживание. На самом деле я очень не хотел платить, потому что обслуживание было так себе. Но, ну, типа, пришлось. На круизном лайнере, если вас чем-то обидели, вы можете отказаться от чаевых, но вы должны отдавать себе отчет. Что если вы пожалуетесь на какого-то определенного члена персонала, который чем-то вам не угодил, его со 100% вероятностью уволят. Потому что на круизных лайнерах, кстати, очень строго. Если поступает какая-нибудь легенькая жалоба, это выгода. Если поступает серьезная жалоба, за которую человек не хочет серьезно отказывать, человека просто увольняют. Ну, не то, что текучка, там... Да, кстати, и за счет этого люди на круизных лайнерах имеют персонал, они очень держатся за свои места. И у них, например, все местные сборы чаевые — это 50-40% их зарплаты. То есть у них ставка есть, но чаевые — это, можно сказать, 50%, потому что они зарабатывают. Они очень держатся за свои места, поэтому они... Ну, они улыбаются постоянно. То есть, ну, это даже не американские улыбки в 32 зуба. Там они как акулы в 110 улыбаются. И уровень обслуживания, который есть на круизном лайнере, я не чувствовал нигде. Я был в Лондоне, был в Париже, и там не было такого уровня обслуживания в отелях, как это было на круизном лайнерах. При том при всем, что я даже боюсь представить, что в каютах более высокого класса и ничто на более лакшери круизных вот этих компаниях из разряда Ratchet и так далее. Мне кажется, что там на руках нужно носить. Я эти, да, бахалами просто себя вылим не забыл. Так. А, еще какие есть вопросы? Ну, не стесняйтесь, у кого есть. Давайте. А, давайте пока вы думаете над вопросами, расскажу еще такую прикольную штуку. Если вы даете вам путешествование на круизных лайнерах, то у вас после первого круиза круизные компании всегда добавляют в вас свой список лоялити или клуб, например. Есть у нас МСИ клуб, есть Коста клуб и так далее, клуб путешественников. Именно со всех, ну, их. В чем суть? Вы после первого круиза получаете автоматическую там скидку, по-моему, 3 или 5 процентов на следующий круиз. Удобство в чем? Через этот сервис Booking, вы через эту техподдержку, когда бронируете круиз, вы можете указать о том, что у вас есть членский номер в клубе, например, той же Коста, и вам, вы его заставляете, и вам к скидке, которая есть здесь, прибавляет все еще скидка от самой компании Коста, вы еще дешевле можете поиграть. И эта скидка работает у нас, ну, есть, например, у меня знакомая, которая путешествует только на Косте, она в нее влюблена, у нее было 10 круизов и все на Косте, у нее только 15 или 17 процентов скидка, и она ее пользуется здесь. Ну, то есть, если мы говорим за каюту за 3 тысячи долларов, что такое 15 процентов, это достаточно хорошая сумма дополнительно. То есть, да, да. А технически ты использовал уже возможность скидку? Еще нет, потому что я сейчас бронирую в основном Косте. Я же ездил на MSC, я зарегистрировался в клубе, я зарегистрировался по 2 круиза, у меня там, по-моему, 5 процентов скидка. У них от количества круизов, которые вы отправили с этой круизной компанией, растет, естественно, и скидка. Ну, опять же, система лояльности. Такая же, как и здесь. Здесь в сервисе это называется программа лояльности. Такая же, как есть в большинстве магазинов, в салонах красоты из разряда там. Типа ты ко мне постоянно ходишь, у тебя скидочка там, например, на ноготочки еще куда-то. Здесь то же самое, только чем дольше вы путешествуете, тем больше ваша скидка и выгода. В первый год вам доступно 60%, на второй год 70%, на третий год 80%, на пятый год 90%, на пятый год 100%. То есть, например, за 5 лет вы с одного аккаунта отложили 6 тысяч долларов, у вас доступных 12 тысяч. 12 тысяч это вот как раз с одного аккаунта, если 5 лет откладывать, это можно вот этот круиз, что я рассказывал на 16-18 дней, на семью из 2 взрослых, один ребенка взять круиз с мингвином из Южной Америки. То есть, я смотрел, такие там все. Да. Так, а технически вот этот вот клуб, клубная, ну именно, корабельная, как ее применять через наш сервис? Сначала покупаешь клуб, нет, покупаешь клуб, есть два варианта. Первый, ты покупаешь клуб самостоятельно, а потом пишешь всех поддержку, представляешь это о том, что ты являешься членом клуба, прошу пересчитать ее стоимость и вернуть часть, ну типа с учетом моего членского кода в компания. Через помощь ингрузус, вот это через синюю кнопочку. Да, через синюю кнопочку помощь. То есть, у нас здесь есть русскоязычная поддержка. И либо второй вариант, вы можете бронировать, вы в целом можете бронировать, то есть это вот, например, мои переписки за все эти, ну за все это время. Вот, то есть я не особо часто обращался, начал обращаться туда сколько, полгода назад. И до этого все нормально, а потом я не обращался к поддержке. Вот. И можете через техподдержку бронировать круизы. Ты же знаешь, что можно... Например, если вы боитесь забронировать самостоятельно, что это сделать не так, вы можете взять техподдержку. Здравствуйте, хочу забронировать какой-то такой-то круиз. Скидываете название этого круиза. Может быть даже скриншоты самого маршрута и так далее. И прописываете ваши данные, которые из паспорта, ребенка и так далее. Техподдержка сама заносит эти данные планки и бронирует. И вот в момент этого бронирования тоже можно написать о том, что у вас есть членский вход, например, в поиске MSC или там в Royal Caribbean. И прошу учесть это стоимость. Они это все проверяют, подъясняют и тогда после этого они списывают деньги за счет. Если чего-то не хватает, они, естественно, просят укажите номер карты, чтобы мы списали с карта мне достающий, допустим. Сон. Еще? Да. По поиску попутчиков. Где-то какой-то сервис есть? Это чат в Telegram. Там есть... Нет, не мой. Это есть международный чат. У нас всего там СНГ-регион сидит. Там Беларусь, Украина, Казахстан, Россия. Есть люди, кто живет в Европе. Также есть поиск не только попутчиков. У нас есть чаты с экскурсией. Вот. Есть члены клуба и партнеры клуба, которые живут в Европе и занимаются там экскурсиями для русскоязычных. Так вот, для своих они устраивают какие-то определенные скидки. И самое широкое... А? Как его найти? Это только доступно тем, кто является активными членами клуба. То есть тот человек, который вас пригласил. Обратитесь к нему. Если вы уже активировали свой аккаунт, то после активации вы просите, и человек вас добавляет. Там модераторы, которые очень жестко следят за тем, чтобы человек был в сервисе. Там есть правила оформления, например, того же Telegram аккаунта. То есть там должно быть имя, фамилия, как в загранпаспорте. И ваша фотка именно ваша, не просто каким-то. И там вы можете... Это чаты, где дискуссии, где люди ищут себе подпутчиков. Еще есть вопросы? Или признаки? На виду... На виду... Какие там есть? Еще раз, еще раз. На виду... На виду... В одном круизе это был, который я показывал сегодня, это был ноябрь, с 15-го какое-то. А второй круиз это был январь. Январь? Да. Но на самом деле я в куртках был одет только в определенных городах. Не всегда. Я чаще всего ходил в футболке или куртку снимал. Оно в том, что там, например, начиная с ноября, температура воды где-то 25-20 градусов. Даже в... А? Средиземное море. Я даже когда был в круизе в январе, днем было 20 градусов. То есть у меня есть, например, тот же фрагмент круиза вот этого, где 8 дней. Тут был фрагмент, где я в аквапарке. Это январь, это было 15-е число января. Когда у нас минус, я там в плавках с кругом щегарял по аквапарку. То есть и по открытым палубам тоже. Вечером, да, холодает. Вечером уже курточки нужно одевать 100%. Когда мы провели по городам, я в основном ходил, ну, типа, по мелкой футболке. И опять же это ветровка. Чтобы не продуло спину. В основном, например, в кулоне во Франции я снимал куртку, я ходил в футболке, потому что там даже жарко было. То есть пекло очень сильно. В некоторых городах я ходил в шортах на футболке. То есть все зависит от погоды. Корабли, которые сейчас вот современные. Например, тот же современный лайнер МС или Бостер. Он в полтора-два раза больше моего любимого корабля, который чаще всего мне упоминают в комментариях под роликами. Титане. Болюсь, Титане упоминают. Они намного больше. У них уже современные системы стабилизации. Плюс, ко всему, качает сильно именно, ну, то есть ролики, которые мы могли страшно видеть. Это при трансатлантических переходах, ну, то есть это в открытом океане. И это в сезон штормов. То есть, например, если вы выбираете... Например, я всегда рекомендую брать, если мы говорим за Европу, это до середины ноября стараться. Потому что начиная с середины ноября начинается сезон штормов. И он идет до... посреди земли моря, и он идет до конца марта. С апреля уже лучше. То есть, например, если вы сейчас планируете себе бронировать, то я рекомендую отложить. И, например, на майские праздники или на конец апреля будет, во-первых, не сильно жарко. То есть в Европе это будет плюс 30, это не плюс 46, как сейчас в Италии. Вот. И при этом не будет штормов, будет всегда красивая, ясная, классная погода. Вот. Сезон штормов, да, может такое быть. Но, опять же, не Средиземное море. Боитесь укачивания, берите Средиземное море и выбирайте круизы себе по временам года. Но, опять же, в интернете полная информация по тому или другому региону, когда там штормы, угрозы, дожги и так далее. Отходите из этого. Меня укачивает, когда я еду на заднем сиденье автомобиля, а в одном из круизов я попал в шторм и меня не удачал. Ну, я думаю, это пока ради. Всё. Спасибо.